Всем привет! Сегодня мне хочется вновь поднять одну из самых важных и, так скажем, животрепещущих тем, как всего сериала Игра Престолов, так и, разумеется, его последнего сезона. Я имею ввиду драконов, их взаимоотношения с основными героями всего шоу, ну и, самое главное, будущее, как первых, так и вторых. А особое внимание сегодня мы уделим Джону Сноу и тому, будет ли у предполагаемого Азора Хая свой дракон для решающей битвы с тьмой, и если да, то, каким образом все произойдет? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. И начать, думаю, стоит с того, что разговоры о Джонни Сноу как драконим наездники начались еще с конца, теперь уже достаточно далекого шестого сезона, когда все зрители сериала наконец-то узнали, кем были настоящие родители Сноу и что на самом деле он принадлежит к роду Таргариенов, которые как раз таки и были единственными драконими наездниками Семи Королевств. Да что там говорить, именно благодаря этим огнедышащим гигантам во многом и было создано то, что теперь именуется Семью Королевствами, и без своих драконов Айгану Завоевателю вообще вряд ли удалось бы сделать то, что он сделал. Ну, сейчас мы не будем вдаваться в исторический экскурс и поговорим о более злободневных делах. Так вот, уже в конце шестого сезона стало ясно, что в Джонни течет кровь Таргариенов, а значит есть и достаточно большой шанс то, что он так же, как и его тетя Дейенерис Бурерожденная, сможет найти общий язык, если так можно выразиться, стройка ее драконов. Но уже начиная с седьмого сезона ожидания и предположения начали воплощаться в действительность. Сначала по пути в замок уже на драконьем камне Джона чуть не снес Нокрый Гайль, судя по всему, почуяв нечто странное для себя в этом человеке, но еще тогда все можно было списать на обычное совпадение. А вот когда уже никаких совпадений оставаться не могло, так это погодя в пятом эпизоде, когда Дейенерис возвращалась на Дрогоне после битвы с войском Ланнистера Фитарли. Вот когда нам всем окончательно дали понять, что между Джоном и драконами Дейенерис определенно существует некая связь. Правда, в тот момент это нам продемонстрировали на примере именно Дрогона, самого крупного и свирепого из детей бурерожденной, хотя это и не значит, что, скажем, с Рейгалем этой связи нет. Ну так вот, возвращаясь в день сегодняшний, очень многие зрители сериала, и если честно, я в некоторой мере в их числе, ожидают, что в восьмом сезоне Джон Сноу таки оседлает дракона, и у нас с вами появится уже двое драконьих наездников. Ведь посудите сами, у Дейенерис было три, так сказать, ребенка. Дрогон, Рейгал и Визерион. Но, как известно, в шестой серии седьмого сезона их осталось только двое. Точнее, даже не так, Визерион как бы и остался, но уже в качестве зомби, служащего Королю Ночи. То есть в финальной битве Дейенерис уже не будет в одиночку царить в небе, ведь у Визериона теперь появился новый господин. А что остается для Рейгаля? Неужели чистым совпадением является то, что он один остался без наездника, а Джон Сноу единственный из живущих ныне Таргариенов, не считая Дейенерис, да к тому же еще и чуть ли не главный в будущей войне, все еще остается без своего дракона, несмотря на явную с ними связь. Эту же ситуацию из разряда совпадения не думаю, а значит, скорее всего, в восьмом сезоне Джон Сноу таки оседлает своего дракона. Подтверждением этому может служить еще и тот факт, что, безо всяких сомнений, с каждым сезоном создатели сериала пытаются сделать все больший упор на драконов, как с точки зрения зрелищности, так и с точки зрения смысловой нагрузки. Судите сами, в пятом сезоне мы впервые увидели Дрогона во всей красе, когда он, по сути, в одиночку решил весь исход столкновения за Мейрин. Затем уже в шестом сезоне драконам Дейенерис отвели еще куда более важную роль, ведь только благодаря им тогда удалось не только победить великих господ, но еще и завладеть большей частью их флота, а это уже в свою очередь позволило всей армаде Бурерожденной выдвинуться на Вестерос. Ну и уже, само собой, седьмой сезон, когда, во-первых, Дрогон стал гвоздем программы в битве против Ланнистеров, а уже позднее только появление драконов Дейенерис спасает безумную затею Джона Сноу с походом за стену и в конечном итоге жизни большинства из ее участников. И если бы только это, гибель Визериона с его дальнейшим воскрешением многими зрителями была названа самой шокирующей сценой всего сезона, а еще немного позднее именно Мертвый Дракон, пусть и ведомый Королем Ночи, но все же именно он разрушил стену, стоявшую тысячи лет, и по сути вверг семь королевств в новую ужасную эру. Все это я вспомнил лишь для того, чтобы наглядно продемонстрировать вам, как от сезона к сезону поднимался градус всего, что связано с драконами и росла их роль. А как известно, решающий и завершающий восьмой сезон должен стать апогеем и в этом вопросе тоже. Ну а что же еще может превзойти гибель дракона, его воскрешение и так далее? Как по мне, только одно появление нового драконьего наездника, который масштабом своей личности не уступал бы ни Дейенерис, ни самому Королю Ночи. У вас есть еще кандидатуры? У меня нет. Ведь только Джон Сноу подходит на эту роль по всем параметрам. А еще, кроме этого, можно между делом отметить о возросшем времени постобработки и работы в студии для восьмого сезона. Что может означать только одно – обилие спецэффектов и персонажей, нарисованных на компьютере. Лично мне кажется, что аргументы, изложенные выше, вполне убедительно подтверждают теорию о том, что у Сноу все-таки будет дракон. Хотя, возможно, кто-то считает иначе. Если так, вы вполне можете высказать свои сомнения и изложить собственную точку зрения в комментариях. Мы же пока продолжим. И сейчас мне хотелось бы поговорить о том, кто же из оставшихся двоих станет драконом Джона. При каких обстоятельствах это произойдет и что будет означать для всего сериала. Вообще, в данном вопросе существует некая неоднозначность. С одной стороны, именно Драгон в прошлом сезоне явно выразил свое, что ли, неравнодушие к Джону. Не знаю уж, как это правильно будет сказать, но не суть. В общем, именно Дракон Дейенерис пока проявил себя отчетливее всех остальных по отношению к Джону. Но вот в том-то и дело, что это Дракон Дейенерис, и перейти к Джону он может только в том случае, если его матерь умрет. Думаю, большинству не понравится такой исход, поэтому, в принципе, я немного слукавил. Есть тут и второй, куда более приемлемый вариант. Фанаты Игры Престолов вот уже не один месяц удачат о том, что, возможно, у Дейенерис и Джона будет ребенок. Как квинтэссенция льда и огня, наследник или наследница трона, Азор Ахай и так далее. В принципе, несмотря на явную попсовость такого исхода, седьмой сезон показал, что, во-первых, попсовость ему вовсе не помеха, а во-вторых, велик шанс, что постельная сцена сладкой парочки была показана зрителям именно с такой целью. Так вот, если это окажется правдой, и Дейенерис в финальном сезоне мы увидим уже в положении, поведет людей в бой на нем самостоятельно. Продолжая эту версию, вполне возможно, что решающий бой между Королем Ночи и Джоном Сноу, который, мне кажется, обязательно случится, начнется еще в воздухе, вполне себе вариант. То есть оседлать Дрогона Джон сможет лишь в двух случаях, беременности, либо же смерти Дейенерис Бурерожденной. Как говорится, выбирайте, что вам больше по душе и что выглядит более правдоподобным лично для вас, жду комментариев на этот счет. Ну и вариант номер два. Дейенерис остается в строю, тогда Джону отойдет, так сказать, бесхозный Рейгаль, и они уже вдвоем с Дейенерис выступят, или, если хотите, вылетят на бой против тьмы. А мы с вами, в свою очередь, увидим, как в небе сойдутся в решающей битве все три дракона, некогда появившиеся из погребального костра Халлодрога. Такой вариант тоже вполне себе имеет право на существование и выглядит достаточно правдоподобным. Единственным но тут может быть тот факт, что кроме неожиданного пролета над головой Джона, пока что его и Рейгаль ничего особо не связывает, и их резкое единение может выглядеть слегка преждевременным. Хотя, еще раз повторюсь, седьмой сезон доказал, что это не преграда для создателей сериала. Ну и, наконец, последнее. Чем может завершиться вся драконья эпопея в восьмом сезоне? Как по мне, вполне возможно, что убив уже одного дракона и, так скажем, перейдя красную черту, шоураннеры и сценаристы не остановятся и отправят к праотцам еще как минимум кого-то одного, я имею ввиду из живых, не считая и так мертвого Визериона. Если же говорить о нем, то с 99% уверенностью можно сказать, что в финале сериала Визерион зомби будет уничтожен, но велик шанс, что перед этим он заберет с собой кого-то из своих собратьев. Плюс ко всему этому есть еще и чисто прагматическое объяснение. Ведь ни для кого не секрет, что создание для нас на экране живого дракона или лютоволка требует колоссальных затрат, как времени, так и денег. Именно поэтому в седьмом сезоне было так мало драконов, одна маленькая сцена с Немерией и вовсе не было призрака, все это огромные деньги. Так что чем меньше в сериале останется дракошь, тем выгоднее это чисто финансово для шоураннеров и HBO. Я конечно не имею ввиду взять и выкосить всех сразу, типа так дешевле, но красиво уложить, скажем, смертельные схватки живого и мертвого дракона на руку и сериалу хайп шумиха и все дела и кошельку. Так что увидите, смерть Визериона в прошлом сезоне была первой, но вовсе не последней. Если же подводить итоги и вернуться к нашему Джону, то мне кажется, что в финальном сезоне дракона он обязательно оседлает, это раз. Второе, это может быть как Рейгаль, так и Дроган, но при определенных обстоятельствах, это мы уже обсудили. Ну и наконец третье, скорее всего в финальной, а может и не финальной, но одной из битв, как минимум один из двоих оставшихся гигантов падет к ужасу зрителей и счастью шоураннеров. Вот как-то так. Ну а все остальные детали мы с вами можем прямо сейчас обсудить в комментариях. Тем более, что я на связи и сколько могу, столько на них отвечаю. Одним словом, я на сегодня закругляюсь, жду ваших впечатлений, давайте общаться. Ну а если вам понравилось это видео, не забывайте, палец вверх и подписка на наш канал, если вы еще не подписаны. Также напоминаю вам жать на колокол, переходить на наш сайт и группу ВК, все ссылки есть в описании. Ну а прямо в этот момент вы можете глянуть другие наши видео по Игре Престолов и не только. Что же, спасибо всем, кто досмотрел до конца, уже скоро мы с вами увидимся, а пока, пока.